Музыка Про любовь понятно, значит, попеть Жириновский любит, а еще Жириновский любит Алмату, потому что по вашей инициативе одну из станций в Московском метро назвали Алматинской, вы паралобировали. А когда вы последний раз были там, в родной Алмате? В шестом году решил юбилей, 60 лет, поеду по родным местам, взял спецвагон, поезд Москва-Алмата, что вот въехать в Казахстан, мне тоже с детства запомнилось степи, вот видите, вот кончается Россия, Садовская область, и вот Казахстан, бескрайные степи, где-то там далеко верблюд, там или юрта, овцы. И вот проехал три дня до Алматы, именно по дороге. Первый раз я ехал обратно, Алмата-Москва, мне было 14 лет. Первый раз любился, опять запомнилось на всю жизнь. Не такая уж прям совсем, как Ромео, но первый раз какие-то я испытал такие вот чувства симпатии. Вот посмотрел город, но изменился страшно. Я долго искал авторемонтный завод, на котором я работал, как бы, вот раз в неделю, производственное обучение, со школы. Даже два раза, в понедельник, в четверг мы ходили на завод. Так всё застроили, я на машине никак не мог разобраться, где же этот завод, где эта проходная. Поэтому не узнать город. И здесь мы что теряем? Для нового поколения им нравятся высотные дома, красиво всё. А я ходил в кинотеатр ТЮЗ. И театр, и кинотеатр. Назывался ТЮЗ. Нет его. Площадь была, нету. Ресторанчик такой небольшой, но уютно. Прямо на улице, столики, там всё, так сказать, деревья. Самый зелёный город в Советском Союзе был. Самый зелёный. Алмата? Да, самый зелёный. И зоопарк был самый лучший, потому что были естественные условия, созданные для зверей. В Москве он в городе, а это практически за городом. Вот таким город, когда запомнился мне, а теперь ничего не узнать. Поэтому уже не почему тосковать. А где эти улицы? Всё совсем по-другому. Всё, где я ходил, смотрел, полностью всё перестроено. И картинка детства, родной город исчезла. Вот. Потом поехала Сыкуль. Тоже как бы первые мои впечатления. Как море почти. И вернулся в Москву.